ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Почему Церковь предлагает воздерживаться от скоромной пищи, от питья, от увеселений в эти дни? Потому что когда ты воздерживаешься, у тебя плоть не так уже над тобой владеет. Дух должен преобладать в это время над человеком. То есть великий пост — это подвиг, это борьба со страстями, борьба со грехами человека. Для чего она нужна человеку? Многие говорят, ну и что, зачем мне это нужна борьба? Борьба нужна для того, чтобы внутри человек очищался, становился добрее, становился милостивее, становился сострадательнее. Опять же для чего? Для того, чтобы в мире было больше добра, больше света, меньше зла, меньше ненависти. И когда человек работает над собой, то он становится чище. Вновь открывается как бы то сокровенное, скрытое, которое закрывается грехами, это путь к Богу. И вот он через молитву и покаяние, которые в совокупности с воздержанием от пищи питья, вновь приближается к своему творцу и создателю. Для многих может быть и непонятно, зачем опять приближаться к Богу. Но Господь тебя создал и все. Живи как хочешь. Нет, Господь создал тебя по образу и подобию своему. И ты должен ему быть подобным. В чем мы должны быть подобны Богу? Мы должны быть подобны в безгрешности, в святости, в любви к друг другу. А порой часто мы забываем, и наш жизненный путь, он осложняется нашим чистым материализмом. Мы очень редко думаем о духовной жизни. А во время поста у тебя есть время побольше подумать о своей душе. Потому что мы часто про нее забываем, что она у нас вообще существует. Человек создан, то есть в нем есть тело, душа и дух. Он трехсоставен. Чуть-чуть от мира себя отрываем. Отрываем, да. И в этом моменте мы во время поста, в момент воздержания, когда у нас плод немножко ослабевает, и мы немножко становимся более степенными, менее раздражительными, менее гневливыми, менее страстными, в это время ты должен еще подкрепить себя молитвой. Просто воздержание от пищи питья, это как бы диета. Она не полезна, она не спасительна, чисто для души. А вот в совокупности с молитвой, с покаянием, вот это есть, то целостность, а для чего и как бы святые отцы нам основали этот пост. Он же не один пост, только великий. Он самый большой, самый строгий, самый как бы для христианина, наверное, такой значимый. Но и в течение всего года поста нас постоянно как бы сопровождают. И в эти дни мы также вспоминаем о том, что нужно воздерживаться, нужно отказываться от чего-то, того, что тебе очень нравится, удовлетворяя свою чистую физическую страсть или похоть. Потому что черевогой – это тоже страсть, и с ней тоже очень бывает сложно бороться, когда тебе все можно. А здесь есть определенные ограничения. Если ты христианин, если ты хочешь немножко хотя бы помочь своей душе и приблизиться к Богу, ты в эти дни стараешься это воздержание как бы нести. То есть ты дух тренируешь? Обязательно. Ты пытаешься себя ограничить и смотришь, что получается? Обязательно. Ты силу волю вырабатываешь же в каком смысле. Легко, наверное, поститься тем, которые с детства несли этот пост. То есть мы уже привыкли с определенного возраста в семье постяться. И ты уже привык, что тебе готовят только постную пищу. Ты вкушаешь только то, что тебе полагается, ни больше, ни меньше. И у тебя легче. А вот когда человек начинает поститься уже в зрелом возрасте, для него это бывает очень сложно. Но здесь тоже не надо перегибать палку, как говорится. Не надо обязательно сразу себя строгий пост накладывать. Все по уставу. Есть, например, в первую неделю, первые три дня вообще многие как бы стараются не есть. Потом без масла. Но это еще очень тяжело. Ты можешь надорваться. Даже взрослый человек, подходя к посту, если он никогда не постился, он как младенец. Ему нужно постепенно давать твердую пищу. То есть он должен постепенно входить в пост. Если ты никогда не постился, то хотя бы откажись от мяса, молока во время поста. Если ты уже первый пост повел так, в следующий пост откажись от рыбы. Ты уже потихоньку входи уже там с растительным маслом. Но не надо на себя налогать то, что ты не сможешь понести. То есть Господь с нас не требует непосильного. Это и не нужно. Потому что многие накладывают на себя пост, такой строгий. Потом внутри же раздражаются, гневаются, потому что как-то постоянный голод ощущается. Это тоже не нужно. Вот перед тем, как войти в пост, читается евангельское повествование о том, что Господь сказал сам всем нам, когда ты постишься, не делай унылое лицо. Не кажись, что ты вот такой унылый, мрачный. Не выставляй на показ свой пост. Да, не надо. Наоборот, умой свое лицо, помажь голову свою елеем и покажись людям радостным, что у тебя находится духовная радость, а не в какое-то уныние, какая-то тебе особая такая тяга, которая на тебя насвалилась. То есть это самые святые отцы, подвижники, время Великого Поста называли весной души. То есть душа в это время как бы оживает. Как весной природа оживает, так и в посту. И не зря, наверное, именно во время весеннего такого периода этот пост приходится для православного христианина. То есть весна души, весна всей природы. И как бы такое завершение, кульминация – это воскрешение. Воскрешение всей природы и воскрешение Христа из Меды в Пасху. Один из двух главных праздников. Самый главный праздник. Даже главнее Рождества. Самый главный праздник. Праздник в праздник и торжество из торжеств. Это праздник всего как Пасхи. Догмат о святом воскресении, самый главный догмат в нашем православии. Отец Александр, я так понял из вашего разговора, что во время поста мы берем пример со Спасителя, потому что он тоже себя ограничивал. А уж он-то зачем это делал? В Библии есть объяснение? Спаситель пришел, как сказал он сам, я пришел спасать не праведников, а грешников. И я пришел показать пример. Для чего он крестился? Он же тоже был безгрешен. Ему не надо было креститься. Он показал пример крещения, сказав такие слова. Кто не родится водой и духом, тот не войдет в Царствие Небесное. Так же он понимал, потому что Христос, он был Бога-человек. Он был как естественный Бог, так и естественный человек. Тяготы поста он переносил. Ему тоже было очень тяжело. Но он показал, что человеческая плоть, и ей возможно этот пройти подвиг. А для чего он постился? Во-первых, показать пример. Во-вторых, он как человек боролся тоже. Потому что в это время, когда он постился, вы знаете, по Евангелию, его искушал сатана. Предлагал ему сделать из камней хлеб, подняться на гору, броситься, потому что тебя ангелы возьмут и на руках, и понесут на крыльях. И вот чтобы это преодолевать, Господь постился. И таким образом показал нам, последователям, то, что без поста, то есть без воздержания, невозможно человеку бороться со своими страстями. И с теми прелогами вражей, которые нас окружают. То есть это обязательно пример для каждого человека. И когда мы постимся, вот этот именно пост, сорокодневный, вот этот до страстной седмицы, этот пост именно в пример и в подражание поста самого Христа Спасителя. Чуть-чуть становимся более похожими. Мы не можем приблизиться, но мы хотя бы должны хотя бы немножко очиститься. Хоть немножко дух свой поднять, чтобы он немножко хотя бы приподнялся над нашей плотью. Потому что она настолько нас поборает сегодня, что мы очень-очень потом становимся слабые. Потому что если человек только становится, работает на свою плоть, он порой часто превращается чисто в животное. А чем человек отличается от животного? Он, во-первых, разумный, во-вторых, в нем есть дух. Дух, еще раз говорю, образ и подобие Божие. Когда мы хотя бы немножко берем пример своего пастора-начальника, спасителя, то мы становимся немножко подобными и приближаемся к нему. Отец Александр, вот смотрите, есть внешняя часть поста, да? Это отказ от пищи, это подготовка и внутренняя молитвенная. Ну, даже не знаю, как сказать, молитва такая дисциплина, и в школе не учат. Вот о чем должен молиться и думать христианин во время поста? Как вообще должно выглядеть его общение с Богом? Святая Церковь в первые дни поста предлагает нам особый такой молитвенный настрой в виде молитвы покаяния. Первые четыре дня вечером в каждом храме читается покаянный канон Андрея Критского, в котором определенное число тропарей, песнопений, которые направлены на каждую душу человеческую, и в нем, в каждом призывается призыв к покаянию. То есть обращение к твоей душе, чтобы она должна подумать о том, что она сегодня живая. Пускай она у тебя спит, ей нужно проснуться, ей нужно встрепенуться и подняться вновь, и идти опять к своему Создателю, Искупителю Богу. И основная молитва во время поста — молитва покаяния. Для чего мы каемся? И опять же, прежде чем покаяться, нас Святая Церковь готовила определенными подготовителями, где мы должны были просить прощения у своих ближних. Потому что Господь сказал, если ты не просишь ближнего своего, я тебе не прощу твои грехи. И только когда мы простились и помирились с своими ближними, потом начинаем молиться и просить прощения за свои грехи. Зачем мы просим прощения за свои грехи? Многие говорят, ну я безгрешен. Ну что я там сейчас плохого сделал? Ну, ем, пью, как и все. Ну, не хуже других. Никого не убил, никого не грабил? Вроде бы да. Вроде бы да. А если посмотреть по десяти заповедям, то практически ни одну заповедь мы не соблюли. Поэтому человек пока не начнет каяться и не молиться внутренне, он не осознает, что он грешен. А вот через такие молитвы, которые церковь предлагает, взывает, то есть в каждом там слове призыв к покаянию. То есть примеры из Ветхого Завета, примеры из Нового Завета. Что, для чего и почему ты, человек, должен это сделать. Не для того, что это Богу надо. Нужно это прежде всего тебе. Для начала признать свои ошибки. А да. Что такое грех? Это преступление. Вот. И признавая свои ошибки, ты начинаешь осознавать, что ты все-таки не такой совершенный. Тебе нужно исправляться. Тебе нужно что-то менять в твоей жизни. А как менять? Сам-то тебе тяжело. Вот через покаяние ты призываешь помощь Божью. Господь видит твое раскаянное сердце, твое смирение, сокрушение. Он подходит к твоему сердцу близко. И в нем начинается как снежный ком. Это когда мы грехи накапливаем. Также под лучом солнца этот снежный ком потихоньку начинает таять. И потихоньку-потихоньку сердце освобождается от этой греховной скверны. И благодать святого духа касается. И человек начинает совсем по-другому мыслить. У него совсем другие чувства. У него чувства любви и сострадания просыпаются. Он начинает внутренне плакать о том, что он делал неправильно. Обижал ближних своих. Где-то добра не донес. Где-то кому-то отказал. Где-то что-то не сделал неправильно. И когда человек понимает, что у него вот это уже происходит, вот это начинается в настоящий момент его искреннего покаяния. Если в течение этого поста человек постепенно подойдет к этому, и его внутреннее состояние будет совсем другое, то того, как он подошел к этому посту, значит, он этот пост провел не зря. Значит, это было не только диетовое сдержание от пищи питья, может быть, от каких-то веселений. А это была сделана глубокая работа над ошибками. Внутренний мир у тебя открылся совсем по-другому. Ты стал чище, ты стал более богоподобным, ты стал более святым. Это не для того, чтобы ты гордился потом. Это для того, чтобы ты впредь старался оставаться таким. В общем, ты сам себе помогаешь в первую очередь. Только сам себе. Только сам себе. Ну и, конечно, в посту, кроме молитв, это еще дела милосердия обязательно. То есть, в этот момент, когда у тебя сердце открывается, доброта, любовь в нем просыпается, ты уже сам хочешь помогать ближним. Тебе самому хочется что-то днести доброе, светлое окружающее. Хорошо, в начале поста христианин должен покаяться, признать свои ошибки. Дальше молитвенная работа как развивается? Должны попросить помощи в том, чтобы их исправить? Ну, оно идет постоянно. То есть, в момент покаяния ты уже просишь исправление. Без желания исправиться, оно не считается, не является искренним покаянием. То есть, многие говорят, ну, я сегодня покаюсь, а завтра пойду опять нагрешу. Вот с таким подходом лучше не приходить. Если ты без намерения исправления, то, ну, это простая профанация. Тебя Господь не будет, слышит даже. Ну, ты себя признал таким, как есть, все нормально. Ну, ты признал, но Господь и без тебя знает, что ты такой. А здесь ему нужно, не ему, опять же, нужно тебе, чтобы Господь был свидетелем, что ты каешься с желанием исправиться. И вот в процессе, еще раз говорю, Великого поста период, вроде бы большой, 40 дней, чисто так, воздержание, там, там, 40 семей от пищи, от питья, там, еще чего-то. А по большому счету это небольшой период. И очень быстро это время проходит, которым нужно дорожить, чтобы, опять же, сделать эту работу над своими ошибками, над своим внутренним миром. Чтобы ты все-таки посмотрел внутрь себя, насколько ты не соответствуешь тому внешнему облику. Ты вроде снаружи красивый, все у тебя хорошо, а внутрь себя заглянул, а там очень-очень не все гладко. Поэтому и ты в течение этих 40-47 дней молишься и прочишь у Бога через покаяние, чтобы он изменил тебя и наставил тебя на лучшее, чтобы ты все-таки пошел потом другим путем, менее греховным, более спасительным, более радостным духовно для себя и для ближних своих. То есть это не то, что ты сегодня за два дня покаялся, а завтра все, я просто буду лежать эти 40 оставшиеся дней и ждать, когда придет праздник Пасхи. Нет, то есть все 40 дней, 4-десятницы и 7-10 раз в 7-десятнице ты должен идти в этом молитвенно-покаянном настрое. Если ты дашь слабинку, первую неделю попастился, помолился, а потом, а, все, ладно, я основную тему прошел. Здесь можно сделать послабление в пище, здесь в питье, здесь я пойду на какое-то увеселительное мероприятие, там еще что-то. То есть ты потеряешь этот дух, ты уже потеряешь тот настрой. У тебя уже не будет конечного итога, к которому ты хотел прийти. Ты не получишь этот результат. То есть вот эта пускай она будет пружинка сжатая на протяжении всего вот этого времени, вот этого духовного внутреннего настроя. Через спокаянно, раскаянное желание исправиться на такое чувство. Только тогда ты достигнешь этого результата. Одесса Александровна, я слышал такую точку зрения, что во время поста, лишаясь себя привычных радостей, потому что люди некоторые, они даже не от еды отказываются, а от того, к чему они привыкли. Там ходить, я не знаю, на концерты, музыку слушать, фильмы смотреть. Но я сейчас самые общие примеры привожу. Ты начинаешь злиться и видишь себя таким, какой ты есть на самом деле, когда тебя лишают привычных вещей. Как вы считаете, это имеет право на жизнь такая точка зрения? Она имеет право на жизнь только для ребенка. Если ты ребенка заставляешь отказаться от чего-то, то да, ты, наверное, проявляешь насилие. И он может злиться. Если ты сам добровольно отказываешься во имя чего-то, во имя кого-то от тех или иных удовольствий, то ты это сам отказываешься. И тут уже не надо раздражаться, не надо гневаться. Если ты гневаешься и раздражаешься, этот пост никому не нужен. Иди лучше, сходи на концерт. Иди лучше, съешь кусок рыбы. Успокой свою плоть. Ты будешь меньше осуждать. Ты будешь меньше гневаться. Тебя Господь за это не осудит. А если ты считаешь, что над человеческой природой в этот момент происходит какое-то насилие, то это насилие Богу не нужно. Поэтому нет. Да, желательно воздерживаться. Но нет возможности. Но ты вместо каждого недельного кода вкинули, сходи раз. Раз не мог утерпеть. Да, ну, съешь еще раз, что тебе вдруг так сильно захотелось. Если ты на день рождения пришел, или куда тебя пригласили в гости. Ну, что мы, может быть, не осуждать. То есть, чтобы тебя не огорчать своих друзей, кто тебя пригласил. Раздражение здесь не нужно. То есть, лучше, как бы, немножко сделать послабление, чем вот такое насилие, которое потом будет неприятно не тебе, не в твоих воспоминаниях. Я, если честно, удивляюсь, это для отец Александра. Я думал, что вы будете агитировать за строгий пост, а вы, наоборот, говорите, что это решение каждого человека, решение, прежде всего, добровольное. Конечно. Если ты злишься, бесишься, если ты чувствуешь, что тебе без мяса прям разрывает, зачем, сходи, съешь. Кому это нужно? Кому? Будешь ходить злой, на других срываться. Все правильно. Нет, и Богу это не надо. Съел ты мясо, потом пришел батюшка, прости меня грешно. Ну, согрешил я, не выдержал. Ну, вот плоть моя такая. Все, через покаяние Господь тебя просил, пошел дальше нести пост. Только не надо один раз сорвавшись, бросать пост. Ну, у тебя не получилось, ты согрешил. Ты покайся и продолжай пост нести. Он не будет тебе считаться, что он не прошел. Ты его прошел. Это не зачет. Только с небольшими падениями. Ты упал, вставай. Как человек идет, упал в грязи, он же не будет постоянно лежать, он сразу встает и пошел дальше. Так и здесь. Не нужно бояться неудач. Нет, никакого насилия, ни в коем случае. Если ты готов сам, иди по этому поприще не готовь, тебя заставить никто не может. Отец Александр, ну, я думаю, было бы неправильно не затронуть, пускай и вскользь, тему Пасхи. Это кульминация. Это то, к чему мы все пришли. Что такое Пасха в православном христианстве? Что мы празднуем в этот день? Ну, кроме, понятно, воскресения Христова. Я думаю, смысл гораздо более широкий. Ну, самое главное, Пасха, это, конечно, воскресение Христа. Воскресение Спасителя. Ну, а Пасха — это та радость каждого христианина о том, что мы вновь можем надеяться на спасение своей души. То есть мы вновь через таинство, через догматы о воскресшем Христе приближаемся к Богу. Мы шли к постам, молитвам, покаяниям к этому празднику. Праздник Святой Пасхи, воскресение Христа. Что еще такое Пасха? В это время, когда Христос воскрес, Он сошел в ад и с собой воскресил все души праведных. То есть до Христа люди не имели возможности попадать в рай, даже какими они праведными не были. Они находились в каком-то таком... Ну, в молитве из острова сошел в ад и силу дьявола попрал. Да, вот. И они не страдали. Но Он сошел в ад и воскресил и с собой в небесные райские обители возвел. И поэтому праздник Пасхи, он праздник воскрешения души. Должен напоминать. То есть образ воскресения нашей души, будущего нашего воскресения. То есть Христос воскрес. Но знайте, человек, что придет время, и ты воскреснешь. И если вы знаете символ веры, то в конце там чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. То есть я ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. Это символ веры, который символ каждого нашего, то есть каждого христианина. В кого и как мы веруем. И поэтому праздник воскресения Христова самый главный для нас, самый торжественный, самый радостный. И в этот праздник мы с этой пасхальной радостью со всеми делимся. И почему он всегда дольше продлевается? Сорок дней идет праздник Пасхи. Сорок дней? Да. То есть семь дней как один день. То есть ежедневные службы совершаются практически как в первый день. А в течение сорока дней мы всех друг друга приветствуем. Пасхально приветствуем Христос воскресе. Потому что Христос на земле был после воскресения сорок дней. А на сороковой день день вознесся с Елеонской горы на небо. И поэтому также в образ евангельского того повествования в течение сорока дней празднуем праздник Пасхи в нашей земной церковной жизни. А это с этим связана традиция отмечать сорок дней после смерти близких? Ну, с этой, может быть, точки зрения. Но еще и как бы есть предание особое, что в момент сорока дней душа человеческая проходит митарство. То есть ей показывается все то, что она сделала на земле. За каждый поступок, проступок она должна или оправдаться, или осудиться. То есть на протяжении этих сорока дней требуется особая молитва близких, родственников, церкви. Потому что во время сорока дней определяется по преданию судьба души человеческой. Отец Александр, если я правильно понимаю, в Пасху дверь алтаря открывается. Это символ открытых врат царства Божьей? Да, открытие рая для каждого человека. Потому что алтарь и храм, это как бы алтарь символизирует небо, где люди стоят, это земля. Это как бы соединение между небом и землей происходит. Очень демократичное, кстати, начало в христианстве, символ равных возможностей. Спастись может каждый. Да. Никто этого не лишен. И очень хороший пример, кстати, в Библии о том, что время для покаяния есть на протяжении всей жизни. Потому что первым же в рай вошел. Разбойник. Добрый разбойник, который уже перед самой смертью на Христе покоится. А почему он добрый? Почему добрый? Он благоразумный. Он может так же, что столько же убивал, может быть, и больше. Но он увидел, что рядом с ним безгрешный человек. А вот он весь в грехе. Он признал себя. Он через смирение, через самоуничтожение, наверное, и своего как бы соработника по кинжалу сказал, что ты осуждаешь. Мы с тобой-то осуждены за дело, а он-то безвинно страдает. И правильно вы говорите, что пока человек жив, у него есть надежда на спасение. И каждый человек может прийти в любое время. Кто-то приходит в младенчество, кто-то приходит в старость, кто-то приходит вообще в последние дни. Поисповедовался, причастился, искренне раскаялся и наследовал жизнь вечную. Ну как разбойник? Он наследовал жизнь вечную сразу. Христос ему сказал, сегодня будешь со мной в раю. То есть он простил сразу все, что он там не совершил. Только за то, что он раскаялся и признал в этом безвинном человеке Сына Божий. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня в гостях у нашего телеканала был благочинный Саровского округа, протерей Александр Долбунов. Отец Александр, большое спасибо, что согласились прийти. У вас это непростое время, я знаю. Силам вашем подвиге. Всего хорошего. Спасибо всем, господи. Субтитры подогнал «Симон»!